да приветствую друзья и вот со мной мой друг роман газенко и что-то вам скажет и поэтому я сегодня не буду его перебивать и подвину микрофон именно к нему добрый вам день время суток кто нас видит и слышит хасай дорогой я благодарен тебе за приглашение я думаю что настало время с друзьями поделиться плодами многолетних исследований всего что касается глубинного смысла и философия русского корнях твоя идея сделать нам совместный вебинар и поделюсь секретом у нас родилось название путь к себе извлечения корня надо объяснить что за корень и на море да у каждого слова есть корень корневое значение которое называется сема это мельчайшие единицы значения и в результате как из семени вырастает удивительное дерево из этого корня одного но мы пользуемся плодами этого семени часто даже не подозревая насколько разошлись изначальные значения но для тех кто знает европейские языки пример скажем английская hell это от немецкая хель это светлый хель или святой представляете какая удивительная разница все от одного корня происходит или как я люблю приводить пример эффект и дефект а вот камера для здорово вот когда вы прямо туда смотрим да ну хорошо получается что мы прямо в глаза смотрим да удивительно а можно я одну секундочку с пожалуйста да ты у нас заключается вот в чем сейчас люди вот мы сейчас там занимаемся обучением саморегуляции управлять своим состоянием чтобы снимать страх использовать энергию стресса для своих целей и так далее а дело в том что еще же сознание у нас есть метод это у нас психофизиологический ключ осознание то а вот как раз таки роман как раз таки в первую очередь психолингвист и он как раз таки научит там нас всех чтобы мы понимали о чем мы говорим потому что очень много слов таких важных слов которые мы все время обмениваемся на всей планете а на самом деле они много много интерпретируем многозначно это называется полисемия да и вот роман для того же мы понимали друг друга это вот так будет ну вот знаете есть знаменитая легенда о вавилонском столплотворении когда люди в огордении своей решили добраться до бога и построить башню на небо да но бог прогневался и считается что он смешал языки нет на самом деле он смешал понимание слов люди произносили одни и те же слова но поскольку у них не было возможности договориться о терминах то каждый вкладывал в это слово свое представление как он считал то что он произносит вкладывает определенный смысл тот кто слышал распаковывал это так как он это понимал в результате они просто перестали понимать друг друга вот и их сегодня происходит нечто подобное о том насколько слово обладает удивительной силой регуляции поведения ну словом можно поднять целый народ на определенное свершение словом можно мы понимаем убить но я рискну вторгнуться в сферу компетенции моего любимого хасая и привести пример когда происходит предположим скандал или человек находится в ажиотированном состоянии то наилучший способ его еще окончательно вывести из равновесия это сказать ему успокойся вопрос как или знаете на всех этих модных тренингах говорю с очень серьезным скепсисом личностного роста все говорят ну полюби себя возникает вопрос полюби это что значит следующий вопрос а это как следующий вопрос а за что и на каком основании мне себя любить если я пришел на тренинг личностного роста уже будучи собой немножко недовольным а слово любить требует все-таки определенного согласования кто что имеет в виду под нашему нам любить ты нам поможешь понять что такое слово любовь да это еще какие слова ну давайте сначала по порядку величайший гумбольд основатель берлинского университета сказал что язык определяет картину мира а картина мира это для людей которые связаны языком она должна быть единой только язык определяет то что называется национальностью с точки зрения картины мира и недаром люди так ильяна отстаивают свое право говорить на родном языке на языке который усваивался ими без всяких правил это называется синтетическое усвоение когда они язык слышали от матери вот именно то как он услышал определенные нормы языка формирует материальную часть коры головного мозга так вот случилось никто не понимает почему это происходит но именно в начале каждого человека и каждого народа было именно то самое слово оно формирует нашу вторую сигнальную систему или знаковую систему кстати сигнум или сигнал по латыни означает знак с этим мы будем разбираться во время нашего вебинара но я уже приводил пример простейший насколько точна наша картина мира который определяет язык если мы до конца не понимаем этого языка мы не понимаем глубинного смысла слов которые мы произносим мы владеем этим языком или мы не понимаем того сокровища которое у нас есть я уже приводил пример абсолютно фальшивой дихотомии добро и зло ну да мы уже об этом говорили это считаем эти слова с противоположным значением но это все равно что сравнивать красное и пушистое если понимаете вот мы попадаем в глубочайшую смысловую ловушку ну могу повторить добро изначально это материальная собственность это раздобреть со всем своим добром жить поживать добра наживать поэтому а зло изначально зело это силы она без знака там нет так называемой модальности это все очень фальшиво слушая может поэтому люди так часто ссориться не понимают только поэтому конечно у нас мы живем мы живем в ситуации постоянного конфликта постоянной конкуренции кстати со словом конкуренции будем разбираться но тоже абсолютно неверно трактуется на нашем вебинаре запомним это если я забуду напомните мне и обязательно скажу что слово конкуренция как мы его понимаем это столкновение интересов подавление кого-то изначально это прямо противоположное но надо латынь знать просто вот заинтриговал хорошо то есть у нас с вами сформирована абсолютно фальшивая картина не просто мира но абсолютно фальшивая картина базовых этических смыслов представьте себе какой смысловой хаос мы производим сами и потребляем день за днем произнося и слыша тысячи неправильно трактуемых слов вот причина всех наших бед человеческих это очень важно оказывается это настолько важно потому что наше бытие человеческое и наше взаимоотношение и личное отношение самим собой человека и человека с окружающими людьми но хотите я вам зависит от этого да вот приведу пример муж и жена ну основа человеческого общества основа бытия до знаем ли мы что жена или женщина это слово однокоренное слову гений да а так ген жен это один корень генератор генерация ген генетика инженер это рождающее начало гений это рождающее начало мы и гений неправильно употребляем женщина это та которая рождает она является она являет собой матричную функцию матрица мать материя это однокоренные слова а муж есть индоарийский корень это слово созвучное слову маг может до берега немецкая мы английская это могущество кстати мощь это туда то есть мужчина представляет собой силовое инициативное начало женщина в ответ на мужскую силу создает продолжение рода то есть она рождая день и парадоксом другу пушкина обязательно это генерал гене гений гений это рождающий это творец почему а кстати что такой парадокс это сверхучение это парадокс переводится как сверхучение это человек который преодолевает все стереотипы и шаблоны все матрицы и тогда он стал может родить что-то новое он не идет по по алгоритмам которые проложены до него как мы сделаем чтобы нас внимательно слушали потому что я наверное алена попрошу чтобы он вам сначала показал одно упражнение которое снимает нервномышленные зажимы освобождает сознание от перенапряжения чтобы мы не зацикливались думая о своем настроились внимательно слушать и вот это будет потрясающе да да пожалуйста ну вот смотрите мы с вами живем в такой фальшивой картине мира что даже не подозреваем такие слова как верить и врать оказывается горит и врать да а почему у них общий корень и что общего между ними и как ни странно луком лук имеется ввиду вот и лук и лук да это это не аммонимы этот лук этот лук и тот из которого стреляют конечно да и они непосредственно связаны с этими терминами верить и врать мы об этом расскажем это это не в двух минутах все рассказывается уже после этого жизнь у людей учиться несомненно но я предупреждаю я предупреждаю после 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 этого вы вам придется все время жить в ситуации но мне это привычно я профессиональный переводчик синхронист я вынужден переводить с русского на русский но вам придется пока еще не обрели на навык автоматизма это пожалуйста касаю вам придется жить в мире где в каждое слово которое вы произносите вдруг обретет для вас очень серьезную ценность сейчас у нас эти слова которые являются с моей точки зрения базовыми понятиями они девальвированы такие слова как будущее счастье вот интересно очень интересное слово случай очень важное слово в нашей жизни мечта мы не понимаем что это такое по корню сосредоточенность очень важное слово это прямо философия метода ключи кстати именно сосредоточенность и в корне зашито со сама философия метода ключи сострадание кстати и наконец и наконец мы не понимаем что такое вообще страдание вот не понимаем у нас все окрашено как-то либо негативно либо наоборот позитивно мы опять хорошо плохо добро зло и наконец очень важное понятие это совесть понимаем это шаблонно конечно это трафарет надо и поэтому конфликты часто бывает даже между мужем и женой когда она говорит какие-то слова а он неправильно их тактует и возникает да возникает этот конфликт потому что не только ощущение вот некоторые думают например а я же чувствую что такое вот счастье или будущее а ну давай расскажешь и вдруг окажется что ты совсем не то имеешь ввиду ну и попробуйте спросить кого-то что такое счастье я проводил эксперимент кстати интересно у своих слушателей и учеников я попросил их некоторые из этих базовых понятий просто описать контрольная группа 10 человек даю несколько вот этих слов и каждый из этих десяти человек написал то как он это слово понимает и все истратили некоторое количество слов и в результате каждый написал свое а теперь представьте это люди которые пришли все таки понять что они произносят и что они слышат 10 человек 10 разных трактовок а теперь представьте миллион человек миллион разных трактовок и никто не может друг другом договорить я извиняюсь сидишь например в ресторане с приятелем ведешь какой-то деловой разговор вы вроде договорились руки пожали разошлись оказывается вы друг друга вообще не поняли да а потом обижайтесь почему он не сделал то о чем вы говорили да ну да как интересно вот простейший эксперимент попробуйте кстати проведите этот эксперимент со своими близкими попробуйте каждого спросить что такое счастье вы убедитесь вроде бы говорим об одном и том же можно я тебе перебив дорога конечно войны и же вспомнил момент ко мне приехали муж и жена которые приехали ко мне это было несколько лет назад я чё на парковой они приехали ко мне потому что они разводились и они решили последний шанс она его убедила давай говорит к нему съездим поговорим и короче он согласился и короче говоря когда она сделала несколько упражнений потом села потом он сделал низкого упражнения потом сели потом я говорю ночью вы ссорились и она говорит так ты это имел ввиду когда ты мне тогда все время это говорил да а ягод тебе же не так понимала ты представляешь мало того что они не рассорились наоборот продолжили свою счастливую жизнь как говорится собственно это лишняя иллюстрация того какую власть над нами имеет слово как оружие которую мы не умеем пользоваться представляете слово имеет огромную власть мы все-таки с вами социальные существа и средства нашего общения это слово слух думаетесь со общение и общение общаемся мы с вами не на уровне ритуальных танцев всяких врачующихся глухарей да мы все таки с вами общаемся словами слово может ранить слово может наоборот мотивировать человека слово может спасти человека слово может человеку убить думаем мы с вами тоже словами и регулировать себя как организм вдохновлять на это интересно мы действительно словами конечно это интересно более того видим мы тоже с вами словами я открою вам небольшой секрет мы можем об этом говорим поговорить нами вебинаре почему мы и видим слова и не только думаем так устроена наша так называемая вторая сигнальная система так устроена наше сознание пользоваться этим инструментом все-таки нужно подобно хирургу который все-таки понимает что скальпель это не для того чтобы карандаши точить или кого-то зарезать это слово наш основной инструмент психотерапия конечно понимает об этом что слово лечит как ты сказал вначале и убить слова можно даже то что человек словами думает я сейчас вспомнил действительно что мне мой товарищ и он американец говорил я то вообще он чисто переводит он-то синхронист но вообще-то когда я говорит очень нервничаю я думаю все таки своими словами не русскими конечно у него переключение происходит он там думает это тот самый язык который усвоен синтетически они черни не аналитически через правила через выучивание и после этого вебинара я думаю что многие если будут и родители здесь многие родители поймут как разговаривать с детьми чтобы закладывать им правильно сигналы коды коды которые им дадут надежность жизни в этих сложных мирах и в мире которые мы находимся давай будем откровенны которые смогут ребенка запрограммировать на развитие хорошее слово разве я сказал я хотел это сюрпризом но но тогда на нашем вебинаре мы еще и про развитие поговорим какой смысл в этот слово заложен поэтому друзья мы ждем вас на пороге попросить еще раз чтобы ты повторил эти ключевые слова которые ты там раскроешь ну давайте уже мне понравилось там одно слово очень сильно задело какое совесть совесть ох очень важно но еще счастье счастье конечно но вот я тоже видишь непроизвольные перечисляли я обращаю ваше внимание на случай 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 если уж ты процитировал пушкина то это последняя строчка которая выпадает из массового сознания потому что постоянно цитируемая в передаче очевидно невероятная петром капицей о сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт сын ошибок трудных там каждая строчка очень важно ее тоже надо расшифровать и гений парадокса вдруг и последняя строчка и случай бог изобретать и ты это раскроешь а я на самом деле вот только сейчас подумал какие эти слова важные да и что мне никогда в голову не приходило подумать на последнюю срочкой на самом деле у пушкина нет ни одного случайного слова он был великолепной математика кстати шахматист у него эти слова насыщены очень важным смыслом для того чтобы понять послание нам творческим людям а мы все изначально творческие люди это наша задача надо подбираться к смыслам каждого слова которое он применял видимо как величайший интуит понимая эти глубинные смыслы я сейчас вижу что наш вебинар произойдет большое впечатление улучшение жизни у людей чему мы собственно и стремимся потому что вместе с расшифровкой смыслов этих слов с определением их корней как ты вот назвал этот вебинар мы там вдруг увидим мои пушкина с другой стороны совершенно с другой стороны и многое чего с другой стороны бог начнем видеть по-другому за двое решение не просто шире а без искажений мы за 200 лет умудрились не прочитать пушкина то что он нам оставлял то есть да солнце русской поэзии конечно но во первых это реформатор языка то есть он стоял у истоков того языка ни один журналист сказал что он изобрел все изобретения которые самые главные в мире есть это может быть гипербола да самое главное он изобрел современный русский язык и пользовался словами которые мы с вами сейчас применяем в повседневной жизни именно в том исконном смысле который возвращает каждое слово к корню в этом его гений спасибо парадокса вдруг спасибо вам друзья роман естественное так тебе благодарен что ты пришел специально чтобы мы вот так вот поговорили со всеми нашей школе человек будущего homo futurus и все кто хотят все хотят вот на таком вебинаре поучаствовать я рекомендую почему потому что многое то что мы слышим и нам автоматом кажется понятно а вот задумаешься окажется там лежит не только то что ты как тебе кажется понятно там лежит много чего чего тебе непонятно и вдруг оказывается что когда ты вдруг открываешь для себя я не мог это открыть без романа роман не помог потому что он и режиссер и у него много фильмов сделано документальных потрясающих и психолингвист который вот этот корень слов может открывать и нам просто вот так доступно вот так вот объяснять но посмотрите на вебинаре как это будет потрясающе и после этого мы начнем видеть мир более таким как он есть на самом деле а это значит мы сможем видеть их как творцы и открывать у себя творческие качества и здоровье лучше будет я так думаю нет в любом случае конечно но я просто обязан сказать что даже метод ключ он же объясняется словами вот и мы без этого никуда не денемся когда и подростки будут экзамены лучше сдавать и будут более здоровыми с родителями будут лучше находить общий язык ну до встречи друзья до встречи и я жду вас на пороге увлекательнейшего путешествия в глубины смысла русского слова и в глубины нашего сознания это правда что русский язык самый хороший для меня конечно до встречи друзья до встречи